Всем привет! Роскомнадзор предложил требовать с новых пользователей соцсетей номер паспорта. Для их сбора согласий или через ЕИС Роскомнадзора пользователю позволят выбрать через какую систему давать согласие. В случае выбора ЕИС потребуется предоставить реквизиты, паспорт, адрес проживания, электронную почту и номер телефона. Какие данные сможет запрашивать интернет-площадка при сборе согласий, в проекте приказа не говорится. Предоставленные пользователям данные будут проверять через портал Госуслуг. ЕИС планирует интегрировать с ним. В ведомственной системе могут регистрироваться и юридические лица. Тогда правительство не поддержало законопроект. По словам генерального директора сервиса Знакомс Мамба Андрея Бронецкого, требование нового регулирования в русле общих трендов по работе с данными пользователей, а рынок их и так, рынок так им следует, мы уделяем информацию о пользователях по их первому запросу. С этим нет проблем, сказал он. Бронецкий считает, что соцсети вряд ли будут прибегать к услугам ЕИС. А пользователи, возможно, будут с опасением смотреть на предложение предоставить паспортные данные. В Авито в целом поддержали расширение возможностей пользователей контролировать использование данных, сообщила руководитель направления по работе с госорганами компании Анна Верещагина. По ее словам, каждый сервис будет сам прорабатывать механизм реализации новых норм, а только пользователи в компании не прогнозируют. Она добавила, что правила использования системы Госкомнадзора еще предстоит рассмотреть. Вайбер и Ассоциация Больших Данных объединяет Яндекс, Майл Групп, Сбербанк, Газпром, операторов связи, другие отказались от комментариев. Фейсбук, Гугл, Одноклассники, ВКонтакте, Роскомнадзор не ответили на запрос. По оценке эксперта, Роскомсвобода Михаила Тротяка, Роскомнадзору и соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу. Он считает, что в предложенном порядке есть риск злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин отмечает, что в проекте Роскомнадзора не отражены принципы обеспечения безопасности системы. Такой суперагрегатор согласий будет популярной мишенью для злоумышленников, сказал он. Все пытаются получить персональные данные, все операторы связи, всевозможные площадки, все-все-все государственные органы. Должно быть все контролируемое. И за это сейчас идет борьба. Пока все на сегодня. Всем до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok